Диктант Победы Для участия в Диктанте Победы сюда приехали руководители администрации Одинцовского округа, председатель Мособлдумы Игорь Принцалов, командир малого ракетного корабля Одинцовы Сергей Борисенко и многие другие. В парке «Патриот» я первый раз принимаю участие. А так, это всероссийская акция, которая проходит на территории всей Российской Федерации. И в нашей Калининградской области, конечно, в частности, я принимаю уже в шестой раз. Участники мероприятия прослушали инструктаж и приступили к написанию. Формат диктанта похож на единый госэкзамен. Номерные бланки, вопросы по различным событиям Великой Отечественной войны. Нужно выбрать правильный ответ или написать свой. Очень сложный диктант. Действительно, надо очень быть погруженным в историю. А это и цель. Это же заводит людей. Когда ты не можешь ответить на какой-то вопрос, ты начинаешь погружаться в свою библиотеку. Сейчас, слава богу, у всех под рукой телефон. Задал вопросы, тут же тебя ответили, и ты начинаешь расширять свой кругозор. Еще одной площадкой для проведения диктанта в Денцове стала школа номер один. Здесь для участия в мероприятии зарегистрировались 45 человек. Люди разных возрастов. Жители города, представители молодежного парламента и молодой гвардии «Единой России», серебряные волонтеры. Алевтина Васильевна в диктанте «Победа» участвует впервые. Я считаю, что это очень полезно. Даже не для того, что я там правильно и неправильно отвечу. Но в процессе подготовки очень много для себя узнаешь. И пополняешь свои знания. За три недели до диктанта Алевтина Васильевна зарегистрировалась на сайте и приступила к подготовке. Для этого участникам прислали ссылку, по которой можно выполнять тренировочные тесты. Вопросы в диктанте «Победы» уже само название говорит о том, что там вопросы связаны с Великой Отечественной войной. Все моменты войны и основные сражения, песни, написанные в этот период, памятники победы, герои Великой Отечественной войны. Результаты диктанта будут опубликованы уже через месяц. Ольга Дмитриева, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».